коллеги добрый день как меня слышно рада всем приветствовать это интересное мероприятие шестой форум который проводит агентство инвестиционного развития республики Тарстан тема нашей сегодняшней сессии очень интересная лечебной промышленности из СБК это два относительно новых инструмента которые вкрываются в нашей жизни вкрываются достаточно уверенно смело но не быстро основной своей задачей сегодня я бы видела как раз так вот так откровенно и интересно поговорить с уважаемыми спикерами о том все таки какие же есть у нас ограничения на возможности использования этих инструментов что нужно сделать для возможно улучшения законодательства возможно для улучшения общей финансовой грамотности для того чтобы эти инструменты были более востребованы бизнесом более востребованной промышленности слова технологический суверенитет да вот они звучат звучали но согласитесь что по-особому совершенно звучали они после 24 февраля 2022 года я возможность представлюсь начать приорона жанна заместитель генерального директора публичного обстоятельства общества камаз по управлению персоналом организационному развитию и корпоративному управлению я в свое время занималась структурированием и мы один из первых заключили специальный инвестиционный контракт специальный инвестиционный контракт заключили в 2018 году это как раз совпало с завершением соглашения промышленной сборки вот и на место на место соглашения промышленной сборки которые мы исполнили составе альянса производителя федерации вот шел специальный инвестиционный контракт который серьезно имплементирован в систему мер относливой поддержки и сейчас мы безусловно смотрим мы его исполняем этот контракт существенные инвестиционные обязательства взяты и обязательства взяты в том числе и со стороны государства по ряду вопросов связанных с нужными мерами поддержки спроса защитными мерами рынка вот у нас тоже есть дедушка наговорка но она не работает ндс был 18 процентов стал 20 процентов мы смотрим с интересом по новыми инструментами хотим сегодня обсудить предлагаю начать с государства частного партнерства вот мне кажется что статистика она говорит сама за себя всего в россии более порядка миллиметров тысяч соглашения в социальном партнерстве заключено и из них только 9 заключены промышленности да владимир путин 22 ноября текущего года дал поручение правительству до 15 апреля разработать комплекс мер по расширению возможности использования инструмента бчп в промышленности и вот наверное первый мой вопрос к нашим уважаемым спикерам господину макаревич руководителю практики инфраструктуры и бчп компании лучший выбор вот все-таки применение механизма бчп для реализации производственных проектов все-таки что нужно до чего не хватает промышленности для того чтобы пользоваться этим новым и собственно говоря не новым да абсолютно инструментом но уже реализации проектов промышленности и соответственно освоение новых производств жанна динам большое спасибо за вопрос коллеги добрый день рад приветствовать вас всех коллег нашу аудиторию я даже не очень шире отвечу вот постараюсь недолго да на самом деле вот наверно тема возможного и и применения гчп промышленности пожалуй на этом форме как мне кажется одна из самых интересных тем почему потому что в отличие от других вопросов которые мы обсуждаем на форме каждый год действительно практически да вот тема гчп промышленности серьезно обсуждается по большому счету второй третий раз в этом году мы до этого дали вопрос на хороший содержательный дискуссий на инопроме и вот собственно сейчас такой второй заход на эту тему и причем за вот эти буквально 4-5 месяцев момента инопрома у нас целый ряд событий произошел да вот и основной вопрос первый наверное гчп промышленности он в следующем а в каких случаях нужно возможно и вообще целесообразно использовать именно инструменты для чьих от промышленности почему я задаю этот вопрос потому что у нас уже есть и на комитете на этом хорошо и много работы да большой спектр различных мер поддержки производственных проектов у нас есть механизмы специнвестконтрактов спиков есть обсердные контракты есть СЗПК коллеги об этом все будут отдельно говорить да есть точные меры по отдельным отраслям и так далее ну вот и более того часто мы слышим и на федеральном уровне из страны инопрома часто и МНЕКО и региональный город коллеги а зачем мы вообще гчп зачем вы делите в конце если в совершении гчп промышленности если есть большой другой спектр соответственно механизмов которые и так уже поддерживают промышленность для чего еще нужно использовать этот инструмент вопрос ни разу не праздновать но вот потому что для большой территории проектов действительно существующий мер поддержки спики а все такие кластерные из платформа тоже молодые конец этого года в принципе достаточно либо кажется что достаточно но из-за в том числе событий которые прошли в прошлом году уже она не упомянула а вот мы впервые в нашей работе получили там определенный ряд запросов я буду дальше поговорить в моей презентации если можно вы увидите пожалуйста да но вот получили запросы именно на подготовку структурирования проектов именно по модели гчп т.е. по модели либо соглашения гчп либо по модели кондиционного соглашения и это проекта в производственной сфере если раньше у нас гчп традиционно преднялся к транспорту, к образованию, к спорту, к музыку, к ЖХ то такие запросы именно на промышленность мы получили в прошлом году впервые чем это вызвано? с одной стороны мы понимаем что есть существующие меры поддержки спики а все это и так далее но в ряде случаев для отдельных категорий проектов именно тех механизмов поддержки недостаточно и инвесторы хотят посмотреть на более комплексную более долгую соответственно и такую партнерскую поддержку как эта транспорта в модели гчп я буду дальше скажу что им нужно первое, второе мы понимаем что с учетом событий прошлого года у нас некоторые риски в том числе для промышленности тоже как для других отраслей повысились и инвесторы хотят более плотного вхождения государства в участие в этих проектах, более плотной поддержки и главный запрос на то чтобы государство часть рисков на этапе создания, на этапе эксплуатации на себя принимала, с инвестором разделяла это два и в третьих, даже до повышения значительного ставки, который мы имеем в текущий момент еще до такого повышения нам инвесторы начали говорить о том что они уже большие криптоваленкие проекты не готовы финансировать просто за счет стандартного банковского кредита, а хотят идти в проект на принципах проектного финансирования то есть на такие принципы когда банк выбрать обеспечение именно из того денежного потока, из тех условий, которые дает сам проект не давать внешнее обеспечение в виде графика, внешнее обеспечение а именно, чтобы обеспечение генерировало именно этот проект, а если он не будет генерировать такое обеспечение то этот риск должен обратиться до государства через механизм ДЧП, через механизм прямого соглашения и вот собственно у нас на текущий момент в работе вот тут уже немножко информация устарела но было 16 запросов на момент сентября прошлого года что произошло за прошедший год во-первых, в июне этого года 27 июня мы подали первую наш инвестор, наш клиент подал первую федеральную частную инициативу на создание объекта промышленности это Кузнечно-Литийный комплекс федерального правительства то есть это первая инициатива соответственно под действительным законам по закону ДЧП по созданию Кузнечно-Литийного комплекса я деталей проекта, к сожалению, рассказать не могу конвенциальной информации но это крупный проект он стоимостью более 70 миллиардов рублей и инвестор пошел в ДЧП не в СЗПК, не во все-таки не в СПИКе, не в какие-то иные механизмы а именно в ДЧП почему? потому что первое ему необходимо было такой, скажем так, низкоокупальный если не сказать обычный но без него невозможное развитие иных базовых отраслей промышленности ну, в части технологии и поэтому, скажем так у него есть практическое значение и в этой связи было получение соответствующее на работу президента и так далее поэтому ему первое, что нужно было это получить софинансирование создания объекта от государства то есть применить деньги которые бы сфинансировали часть создания объектов это первое второе, что поскольку инвестору важна сказуемость денежного потока метафиализации проекта а в частности, вот в период с момента ввода объекта в эксплуатацию до момента выхода в проектную мощность то инвестор соответственно в эту инициативу посмотрел, что государство финансово помогает участие в эксплуатации добивать до определенного уровня активных расходов вот этих первых в эксплуатации и третье, что я вам сказал что для ЧП в отличие от механизмов позволяет привлечь к финансированию на принципах проектного финансирования банков и финансирующие организации которые работали по этому проекту готовы были найти условия финансировать проекты и это вот, это собственно случилось в конце июня, проект проходит тяжелое согласование на уровне правительства на уровне правительства, на уровне правительства и инвесторта но вот собственно это такая первая латушка в конце октября буквально недавно мы подали первую инициативу по по ГЧП на производственный конкурс в одном из субъектов первая региональная инициатива соответственно это проект по при работе растений однолетних и так далее на вот товаров в гражданском назначении пороха и собственно еще раньше на момент подготовки презентации этого слайда я написал, что этот проект идет сверху на основе концессии почему? потому что там идет при работе сельхозпродукции и инвестор хотел пойти в концессию но вот поскольку уже эта дорожка проторена была все время при этом конопле с так называемой инвестором области на создание производственного комплекса при работе на этих растениях в итоге пошел по ГЧП вот инициативу мы это подали соответственно три недели назад в чем та логика почему там инвестор пошел по ГЧП вот инвестору необходим такой механизм ну скажем так компонент механизма минимальной гарантированной доходности чего нет у других проектов то есть инвестору не нужно обеспечить сбыт части товара кому-то как допустим возможно повседу а ему нужна часть загрузки сырья которые он рискует недополучить которые ему необходимо перерабатывать и наличие этой загрузки позволит ему создавать товар который он в порядочном принципу сам уже может реализовывать без дополнительной поддержки государства он пошел в эту модель собственно именно по этой причине потому что нужны эти компоненты МГД а они есть по большому счету прямо скажу так только в механизмах ГЧП и их нет в СЗПК поэтому ну и дальше ну вот собственно я указал там некоторые проектов которые тоже идут поработки какие-то быстрее какие-то медленнее какие-то мы только сейчас обсуждаем новые концепции но факт в том что запрос на более глубокое применение механизмов господдержки которые или для которых не достаточно там дедушные отборки какие-то механизмы изменения репутативных там законодательства налогов и так далее но более комплексной системной поддержки вызваны внешне в том числе экономическими рисками которые от инвесторов не зависят и которые про механизм ГЧП невозможно по большому счету скажем так Жанна Евгеньевна тоже помянула был очень президент этим механизмом проработать сейчас на уровне нескольких банков в том числе вебер сбербанк и так далее идет по концептуальной поработке тех или необходимых изменений их законодательства по закону базу и более широкой процедурной концепции того какие проекты целесообразно государству рассматривать как проекты возможны применение ГЧП а не типа ассет спики и как под них так наладить чтобы оно работало вот эта работа ведется надеемся что до конца февраля по крайней мере уже согласованы итогово те подходы которые сейчас обсуждаются но вопрос в том что ГЧП в той или иной степени даже противодействие непонимание но сходу неприятия всеми этого подхода скорее всего движение позитивное будет я не буду детально останавливаться на всех преимуществах моделях у Александра будет это более детально я скажу в завершении о нескольких моментах которые нам часто препятствуют реализации ГЧП в целом именно в промышленности в целом у нас законодательство ГЧП оно развито кто бы на предыдущей сессии услышал нашу искуссию с коллегой в общем у нас сейчас в отличие от ситуации 10 лет назад нет проблем драмативных в применении ГЧП если раньше у нас была драмативная потом кадровая финансовая и так далее то сейчас теперь у нас финансовая и потом где-то придется нормативная проблема то есть в целом законодательство позволяет реализовывать широкую патруль проекта но именно для ГЧП поскольку это новая сфера для драмы ГЧП вот и кстати говоря одно из двух трех наиболее правных направлений которые будут развиваться в следующие годы если государство еще не имеет поддержки которые потребуют ГЧП применять но по опыту первой инициативы федеральной мы выявили три блока их больше но вот я их затрону просто применение первое у нас сейчас законодательство ГЧП не позволяет реализовывать проект на соединение участка принадлежащим инвесторам у нас допустим по нашей федеральной инициативе такая ситуация сухие земля там у инвестора есть более того даже компакт они говорят что мы готовы там построить текущее законодательство оно по ГЧП тем более не позволяет строить объекты в рамках по ГЧП на земельную участку нам искусственно необходимо до заключения соглашения или сразу после заинтересовать передать потом зато получить или использовать более хитрые механизмы соглашения которые это первая проблема которая необходима соответственно решать второе само по себе западательство оно допустим хорошо точно подойти под ШГХ но по промышленности не учитывать специфику для создания объектов может быть модернизация переснащение и так далее то что есть в спиках это тоже требует наладки потому что не все необходимо создавать с нуля налог третье у нас есть такая норма специфичная о том что если государство дает объемов финансирования тогда объект должен перейти в собственность государства так вот государство говорит что коллеги она вообще не знает частную собственность себе мы построили завод а дальше эксплуатируйте зачем нам его передавать нам не хочет он связаться с политизацией еще с чем-то так вот очевидно что необходимо для вот такого вот проекта учитывать их специфику и более точно более гибко настраивать тот механизм связанный с правами собственности на объект и последнее мы вот сейчас много копий лаваем в передоборах в отношении методики оценки эффективности вы знаете да что в отличие от концессии если мы идем к БЧП то проекту необходимо проходить процедуру и рассчитывать правильную эффективность его преимущество при его закупке так вот для и нашего первого федерального проекта и ряда проектов которые сейчас тоже правильно готовятся тяжелых проектов где государство финансировать много на год и риск должно быть достаточно вот там вот эта оценка если идти по текущей методике она не всегда приводит к тому результату который должен быть методикой то есть она очень проще когда они учитывают специфику тяжелых но стратегически важных для отрасли для всех промышленностей проектов поэтому вот сейчас в наших обсуждениях мы обсуждаем тезис что если государство готово такие проекты поддерживать если они вообще нужны потому что если они не нужны они не запустятся ни по СПК 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 но если государство принимает решение о том что они нужны для экономики какие бы тяжелые они не были тогда для этих целей нужно учитывать методики особенностей таких проектов когда государство по сути принимает решение о поддержке проекта несмотря на нему тяжесть ну вот наверное такие одни из наиболее проблемных точных моментов на которых сейчас прорабатываются если у вас с промышленной сферой позиция поддержка вот вот вы тоже дайте нам знать письма так угодно для того чтобы нам эту поддержку передавать на уровень выше на ту уровню на которую сейчас происходят эти переговоры в пользу что вас время снимало хочу поблагодарить спасибо наверное закончу спасибо большое спасибо что вы